У тебя столько разводов, что хватит на весь наш новый сезон. Все, что я сейчас скажу, это правда. Ты разрешаешь своему партнеру все, что он хочет. Все, что он хочет. Слушай, я тут собрался на вечеринку, оргия, можно я пойду? Только свобода, залог крепких отношений. Может, она тебя загипнотизировала? То, что ты ушел от мамки, это один из самых лучших поступков в твоей жизни. Мам, ну когда вы уже с папой померите? Итак, друзья, с вами снова «Честный развод», это «Развод на честный разговор». Я знаю, что вы скучали, вы ставили лайки, вы пересматривали старые выпуски, писали мне, умоляли меня снова снимать. Я сжалилась над вами. Ладно, шутка, я сама скучала, я счастлива, что мы снимаем, и у нас в гостях редко такое бывает. Мужчина, мужик есть, Алексей Барабаш, великий артист. О-о-о. Человечище. Алексей, Алексей, на самом деле, будет также в следующем выпуске, после следующем выпуске, после, 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 после. Ты будешь пять выпусков, ты знаешь об этом? Нет. Почему? У тебя столько разводов, у тебя столько разводов, что хватит на весь наш новый сезон. Это что? Давай, хорошо. Как дела? Отлично. Шутка сработала. Но у меня четыре развода, пятый брак. Пятый брак. Это великое удача. Великое удача. Брак. Такое слово жуткое. Дурацкое. Брак качества типа, да? Брак качества, да. О, вот эти два испортились. Да, и все. Поженились. Брак. Давайте забракуем. Следующие. Следующие, да. Леш, ну во-первых, я рад тебя видеть. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что пригласил. Большая честь. Ну, давай начнем с того, просто, как дела? Дела хорошо. Хорошо. Ковидным жирком немножечко оброс. Сейчас всем занимаюсь. Сделал для себя основных три правила. Какие? Не ссать. Не жрать. Не лениться. И не париться. Вот. Заканчивается проект. Вступаю в другой. Работаю все время, перманентно. Ну, как бы, дела хорошо. Живу здесь сейчас, проповедую это всем себе самому. Считаю это единственным возможным способом жизни. Правильно. Ну, и учусь, на самом деле. Учишься? Ну, учусь, учусь так жить, потому что это, можно учиться этому всю жизнь. Смотри, наша передача называется «Честный развод». Понятно, что у нас в основном сидят люди, которые бывали в разводе. У нас был рекордсмен Александр Мохов, который три раза разводился. Тебя переплюнуть сложно. Четыре развода. Четыре развода – пять браков. Пятый брак. Это скороговорка. Четыре развода – пять браков. Четыре развода – пять браков. Как так случилось? Почему так много? С чем это связано? Понятно, что это прошлое, да? Да. Понятное дело. Прошлое. А прошлое, оно всегда немножечко печально. Да? Любое, любое прошлое. Вот даже хорошее, радостное прошлое, оно всегда печально. Почему? Потому что даже радостные события ты вспоминаешь, вот как было хорошо. Ну, я тогда был моложе, я тогда был то, потом… С этим я больше не дружу. И все равно даже радостные события вспоминаются немножечко такой с грустинкой. Может быть, это потому, что оно просто прошло, и типа, ты скучаешь по временам тем, и такой, скучаешь по себе молодому, и поэтому, типа, это грустно. Вообще, все, что прошлое – это печаль, все, что будущее, это тревога. Будущее будет прошлое. Жить, как мы говорили в начале… То есть, ты живешь тревоги и печали? Нет, жить, как мы говорили в начале, надо здесь и сейчас. Ну, смотри, я один развод еле пережила вообще просто. Я не понимаю, как можно пережить четыре? Ты, типа, каждый раз легче это делаешь? Понимаешь, для меня же это сложный вопрос. Да. Поэтому я и здесь. Да, ну вот я хочу покопаться. Те женщины, которые мне встречались, я их любил, естественно, любил, да, но поскольку я был абсолютно не организован, не образован несколько в психологическом контексте, да, я все это воспринимал, как курортный роман. И брак к курортному? Ну, типа, а, ну всегда можно развести, да? Ты знаешь, есть такое, ну вот, понятие, такой неразвитый мужчина. Нет. Инфантил. И я так прожил достаточно много лет. И потом понял, что я, в принципе, мог бы построить отношения, если бы был, ну скажем, развит, развит. А ты неразвитый был в каком смысле? Типа легкомысленный был? Легкомысленный. Я не понимал, не был знаком с психологией, не был знаком с ответственностью, с тем, что я не задумывался вообще о семье как о чем-то продолжительном, долгожданном. Понимаешь, для меня все было стихийное какое-то, череда обстоятельств стихийное совершенно. То есть, ну, положено выходить девушкам замуж, положено жениться, как бы, ну так, ну все. Делал предложение, делал. Делал предложение, да, все. А потом что-то проходило, а для того, чтобы договариваться как-то и работать над своими отношениями, здесь уже немножечко не хватало ни в голове, ни в душе. Потом определенная литература, это уже несколько лет назад я увлекся и понимаю, что со всеми можно было, в принципе, сохранить отношения. Часто, общаясь с парами, я обратила внимание, что в семьях существует распределение ролей. Если один романтик, то второй скептик. Или если один держатель бюджета, то второй любитель потратить. Этакий романтический шопоголик. Ну и с таким разным отношением к деньгам, конечно, могут возникнуть разногласия. Но лично я знаю отличный способ всех помирить. Кэшбэк. Благодаря ему шопинг становится приятным и для тех, и для других. Ну а с дебетовой альфа-картой вас ждет двойная выгода. Во-первых, она бесплатная. А во-вторых, несет кэшбэк до 2% на все. Ее можно заказать на сайте Альфа-банка и сразу начать пользоваться. Переходите по ссылке в описании и заказывайте себе бесплатную дебетовую альфа-карту с кэшбэком. Теперь не нужно ссориться, ведь в плюсе будут все. Как пережить развод? Сначала, конечно, надо напиться. Есть такая расхожая фраза, что боль закаляет или укрепляет душу. Мне кажется, что любая боль, она просто развивает человека. Это все равно будет опытом, опытом, который либо будет использован впоследствии как ресурс, либо нет. Удариться в спорт, удариться в саморазвитие. Ни в коем случае не бежать от себя. Принять и, опять-таки говорю, жить здесь и сейчас, осознавая то событие, которое произошло, а именно развод. А какие были твои основные ошибки помимо необразованности? Вот что? Гипервлюбчивость. Артисты вообще славятся тем, что они лавеласы, что они влюбляются в своих партнеров, с которыми играют в кино. Ну, это все не по-настоящему. Ну, здрасте, сколько женится? Ну, женится, да. Если у меня отношения, если я женат был, я не позволял себе никаких интрижек. Но ты же влюблялся, будучи в браке, в других женщин? Получается, ты влюблялся и уходил, нет? Было такое, да. Ну, я тебе говорю, что я как дуван был совершенно. И мне вроде где-то я был образован, в каких-то моментах умен, но абсолютно не приспособлен к семейной жизни. То есть ты шел по наитию? Как почувствовал? Абсолютно, по интуиции, по наитию, да. Как почувствовал, так и поплыл. Безответственно я это называю. Потому что, ну, как бы химия, она длится 2-3 месяца, дай бог, да, с женщиной, и ты считаешь, что это все. Ты с ней до конца жизни. Потом, когда химия заканчивается, ты уже начинаешь выглядываться, а что за человек, а что, а чего, а чего, а чего-то не то, а чего-то не так. А ну-ка я, а уже, а уже, а уже, а уже ЗАГС, а уже ЗАГС, а уже все. Да, и самый болезненный, конечно, для меня момент – это дети. Ну, я сейчас, слава богу, все выправил, и я со всеми общаюсь. Сколько детей? Поддерживаю отношения. Трое детей. Старшему 23. О, уже взрослый. Он такой, да, пацан, такой, абсолютно гениальный композитор. Да. Пишет симфоническую музыку, но тоже не может найти себя. Это как-то вот только музыка и все. А у тебя все три от разных браков, да? Да. И вы общаетесь сейчас? Да, я со всеми общаюсь, и более того, ну, скажем, сделаю это определенной ценностью своей. Общение с детьми – для меня это важно. Для меня важно, потому что я знаю, что они уже пострадали, потому что у них как бы нет отца рядом, их собственного отца. В какой-то момент я его пустил, в какой-то момент я не общался, и там и болезнь была у меня, и все какие-то поиски и так далее. Но самое главное, что сейчас совершенно четко осознаю, что мне нужно делать в свое направление, вектор движения. Посвящать детям как можно больше времени, находить это время, не манипулировать, не обьюзить. То есть, чтобы они не проходили и не испытывали все те вещи, да, которые испытывал я в своей жизни, когда был маленьким ребенком. И здесь я не обвиняю своих родителей, естественно, но это было совсем сложно. Они вообще не понимали, что такое психология, не понимали, как им существовать, им надо было выживать. Такое время было, родители и родители, так вообще там непонятно чего. То есть, я хочу, чтобы они были счастливы. А счастливы они могут быть, когда их отец, у меня же дочь еще есть. У меня два сына и дочь. Дочь маленькая, девять лет, второму сыну десять. Им нужно внимание. А поскольку папы нет рядом все время, то внимание этого не достает. Обижаются они на тебя? Говорили они тебе, эх ты, вот такой папа. Очень, очень добрые, милые у меня детки получились. И они скрывают обиду. И они меня любят, я чувствую эту любовь и хочу им дать столько же, если больше. Знаешь, дети априори любят своих родителей, какие бы они ни были, дети все равно всегда очень-очень любят своих родителей. Сложно. Сложно, сложно. Потому что знаешь, я с чем столкнулась? У меня Мия, ей пять лет. И она вот в моем развитии, ну у нас вообще сложный этот развод проходил. И я понимаю, что я травмировала своих детей. И она в последнее время все говорит, ну мам, ну когда вы уже с папой помиритесь? И она все время это просит. Я понимаю, что это болезненный вопрос, потому что сначала они как бы не подавали виду, но сейчас я понимаю, что я сделала им плохо и больно. И скорее всего эта травма останется у них надолго. Да. И вот есть ли какой-то алгоритм, вот если сейчас ты уже прочитал какие-то литературы, как правильно, потому что развод неизбежен, если два человека оставаться вместе, чтобы драться и ругаться, нет смысла. Чтобы правильно сделать так, чтобы, например, Мия моя не переживала так сильно, что мы с папой поругались. Ты знаешь, я скажу тебе такую вещь, я не знаю, понравится она тебе, не понравится, но уже сейчас надо, чтобы она работала с психологом. Маленькая девочка? Да, маленькая девочка. Работала с психологом. А есть психологи для таких маленьких детей? Да, детские психологи есть, да, конечно. Потому что ты все равно, ты мега занятой человек. Ты не найдешь ни столько времени, ни столько слов, ни столько правильных слов найдешь для того, чтобы маленькому ребенку объяснить, как это произошло. Поэтому здесь есть определенные специалисты, которые просто заточены именно по этому профилю. А твои дети ходят к психологу? Дочь? Да. Мне кажется, девочки более чувствительные, нет? Да, естественно, да, и слава богу. Должен быть кто-то в этом мире чувствительный. Должен быть кто-то в этом мире чувствительный. Тимоха такой, немножко ему по фигам, а вот Мико, она прям… Он может скрывать, он может не показывать свои истинные чувства. И ты даже… Вот у меня вот младший сын, Матвей Модя, он вроде спокойный, вроде улыбается, и вроде ему все хорошо, и он говорит, да, я тебя люблю, папа. А потом я чувствую такой раз взгляд на меня. Я чувствую там столько обиды и боли у ребенка. И я разговаривал с его мамой, что там надо, наверное, тоже заниматься психологией. Старший сын у меня сидит на психологии с 16 лет. Он уже… Который на 23 сейчас, да? Да, он уже подкованный в этом план человек, и он уже пошел дальше, а уже в философии шарит хорошо. А вы вот с ним, со старшим, вот на самом деле это очень интересно, потому что старший уже может тебе высказать то, что он, например, боялся или не хотел. Говорили ли вы со старшим ребенком о разводе с его мамой? И если говорили, то… И если тебе не сложно, там, не хочешь, не говори, но в целом… Говорили вы об этом, и что он тебе об этом говорил? Мы с ним кореша вообще. То есть мы с ним друзья, и так получилось, что мы всегда на связи, всегда какие-то планируем даже поездки вместе. Там прошлый год провели вместе в Крыму. И он говорит, батя, то, что ты ушел от мамки – это один из самых лучших поступков в твоей жизни. Что? Потому что… Потому что с ней жить невозможно. Я говорю, сынок, но почему? Это же мама, ты не можешь так говорить про маму. Если мой сын так скажет, я его ударю. Нет, бить детей… Можно. Все равно, что бить женщин, ни в коем случае, никогда. Ни женщин, ни детей, ни матерей мы не бьем мужчины. А я могу сына шлепнуть за такие слова. В смысле? С ней жить невозможно. Ни шлепать нельзя. Ни детей. Вообще насилие физическое. Женщина бьет мужчину, мужчину, женщину. Почему она так сказала? Ну, у них сложные были отношения. Она непростой человек, действительно непростой. Но вот она считает, что наш союз был абсолютно бесперспективным. Но он знаком с моей женой сейчас, которая жена у меня. И говорит, что это тебе реально по жизни повезло. Это ты вытащил батя счастливый билет. Поэтому не просри. Хорошо. Для тебя человека прошедшего четыре брака. Пятый билет счастливый. И чем он отличается от всех остальных билетов? Что такого должна нести себе женщина, чтобы быть счастливым билетом? Умнее меня. Умнее тебя должно быть? Да. А потом мне повезло, что я живу в одном пространстве с собственным персональным коучем. Она твоей психологический коуч? Да, психологического роста, бытового роста и вообще человеческого развития. И благодаря ей я стал немного разбираться вообще в том, кто я и что я. То есть я реально, ты не поверишь, я реально раньше не задумывался. Я плыл по жизни тогда, куда понесет, обижал людей. Совершенно не хотел. Потому что я считаю себя нормальным, добрым человеком. Но он так походил, обижал и даже не задумывался об этом. Сейчас уже там на протяжении пару лет я учусь ответственно относиться к своим поступкам. К своим словам, к своим действиям и так далее. Поэтому... И это тебя учит твоя нынешняя супруга, да? Ну, ты пытаешься, что ты говоришь, прям учит она садиться за... Ну, а как это происходит? За парту... А теперь у нас, извините, сеанс самоизучения. Мы очень много разговариваем, и она очень шарит по психологии, она очень такая продвинутая в этом деле. И мы очень много общаемся, разбираем какие-то вопросы и приходим, или не приходим, или спорим очень много. Но в итоге я немножечко становлюсь более образованным, как раз именно в психологических моментах. Но это не может быть только... Это кайфово, когда рядом с тобой есть такой человек. Потому что если бы со мной были любые другие женщины, я бы, наверное, так и остался таким простым... Куда ветер туда я, да? Да. Гуляк, да. И начал странство без цели, доступное. Чувство одному, да? Такой. Но это же не только про психологию. Не только про психологию, это про все. Это вообще про все. Все совпало. И любовь, и ты ее очень любишь, и просто она как женщина тебе нравится, и в сексе все хорошо. И еще она, плюс, может тебя вовремя... Да. Абсолютно бинго. Везло. Может, она тебя загипнотизировала? Типа, я самая красивая и самая умная. Да нет, нет. Но может быть. Под прикрытием психологических книжек... Сейчас, подожди. Так, в этот раз мы обсуждаем эту тему. Нет, понимаешь, мы доходим вообще до таких интересных моментов. Мы вот, например, рассуждали, что каждый человек эгоист. На самом деле каждый человек эгоист. И, понимаешь, эгоист кто? Это тот, который делает то, что хочет. То, что ему нравится. То, что ему нравится. То, что ему комфортно. А что в этом плохом? Каждый человек. Так это хорошо. Но вот всегда все все делают, что хотят. Понимаешь? Все эгоисты. Даже, когда ты, например, встаешь и идешь на работу, на записи передач, и тебе очень не хочется, но на самом деле тебе это хочется, потому что ты это делаешь. Потому что если бы тебе не хотелось, ты бы этого не делала. То есть нет такого, что человек может попасть под влияние какого-то и делать то, что он не хочет? Нет. Почему? Если он попадает под влияние… Неужели нельзя убедить человека? Если он попадает под влияние, значит, ему хочется попасть под влияние. Идеальная семья – это люди. Сначала двое, потом их может становиться больше, когда у них рождаются дети, которые не давят друг на друга, которые чувствуют себя свободными в отношениях друг с другом, легкими, счастливыми. Живут здесь сейчас, много путешествуют, кайфуют друг от друга, получают максимум удовольствия от жизни. Вообще очень полезно, когда ты находишься в паре, разговаривать, чтобы был диалог. И я сейчас считаю, что залог успешных отношений – это максимальная свобода друг для друга. Максимальная. Свобода в чем? Свобода всего, во всем. Ты разрешаешь самому партнеру все, что он хочет? Все, что он хочет. А если он говорит, слушай, я тут собрался на вечеринку, оргия, можно я пойду? Нет, ну, естественно, существуют определенные нравственные договоренности. Нет, мы же с тобой говорим о каких-то, не переступая нравственные границы. Есть договоренности, естественно, мы любим друг друга. и если ты чувствуешь себя свободным, то ты автоматически делаешь свободным другого человека. Свобода, в моем понимании, это и есть то самое здесь, сейчас, ежеминутное счастье, которое мы хотим испытывать. Я хочу быть свободным и хочу, чтобы рядом со мной человек был счастлив от того, что он свободен. Современная женщина может быть счастлива только когда она чувствует себя свободной. Раньше, придавленные совком женщины, это все-таки было больше внимания к женщине. Сейчас внимание к женщине отошло на второй план. Сейчас, чтобы завладеть абсолютно сердцем женщины, ей надо дать абсолютную свободу. Мы как раз сейчас разговаривали об этом с предыдущим гостем. Мы пришли к выводу, что многие браки распадаются именно из-за того, что сначала женщина в порыве любви и в том, что ей навязали по воспитанию еще вот от тех, навеяний. Придавленная совком, я называю. Да, и начинают сказать, ну вот, я буду женой, я там буду рожать, ля-ля-ля. Но как только она с этим сталкивается, получается, что она этого не хочет, и она хочет другой жизни. Она хочет реализовываться, работать, ходить с подружками в караоке, жить, иногда ездить одной там на отдых, но жить реально полноценной жизнью. Вот, все, что ты сказала, исключая оргии, которые ты меня немножечко подкалывала. Давай опять. Давай. Давай опять. Но все вот это, если ты даешь и при этом не отслеживаешь там, где она была. Геолокация. Геолокация. Там все. Включи найти айфон. Сердечки там. Почему ты не прислала мне сердечки в 15 минут шестого мы договаривались там и так далее. Ты это понимаешь? Не контролишь, скажем так. Не контролишь, понимаешь это, отпускаешь. Он будет по тебе скучать и возвращаться. Потому что для этого человека семья становится ценностью. не заставляют. Потому что не заставляют. Не сажают в клетку. Да, не заставляют. Да. Нету тирании, нету буллинга, абьюза и так далее. Но это абьюз своего рода. Новомодное слово. Новомодное слово. Поэтому только свобода – залог крепких отношений, взаимная свобода. А женщина, когда встречает мужчину, она такая посмотрела, ну четыре развода. По-любому начинаешь думать о том, что если он четыре раза развелся, то он и пятый раз разведется. Или все-таки есть надежда, что мужчина изменился и он будет другой. Я думаю, что, конечно, надежда и надежда есть всегда. Вообще, даже не надежда, а вера. Ведь нам не важно существование Бога. Но нам важно вера в Бога. И тут же то же самое. Потом мы вместе три года, это были мучительные года моего перестроения. И на самом деле я ей благодарен. Потому что возник новый человек. Хотя вот возраст уже тяжелый такой, мне 43 года. Ну, не совсем уж мило. Не 65. Ну, не 65, да. Все 60-пилетники такие – отписаться. Да, в 40 лет мы познакомились, когда мне было 40 лет. Ну вот, сошлись. На самом деле, может быть, даже люди сходятся на каких-то совместных общих травмах. Люди сходятся на… да только на травмах они сходятся. В химии притягивают друг к другу. Найти половину такую же сумасшедшую, чеканутую или больную, как и ты. Потом вы начинаете вместе друг друга выправлять. Вместе что-то начинает какое-то такое произрастать. Уже более гармоничное. Слушай, ну вот смотри, сейчас в современном мире мужчина и женщина больше расходятся, чем сходятся. Может быть, и не надо сходиться. Может, мужчина и женщина должны жить отдельно друг от друга. И нет смысла вообще в целом в браке и в семье. Да, я думаю, к этому все и идет, на самом деле. Может быть, это будет не в ближайшее время, но институт брака. Да, мы его тут часто обсуждаем, потому что непонятки вызывает абсолютные. Я думаю, что он разваливается и будет, скорее всего, европейская схема жизни у людей партнерства. Вот партнеры. А чем они отличаются от того, кто в браке? Никаких обязательств. Просто живем вместе, пока нам комфортно. Или знаешь, у них здоровые совершенно отношения у всех европейцев. У них здоровые отношения. Чем? Они не ссорятся. Они воспитывают детей так же совершенно, как и мы. Мы просто другие. У нас менталитет другой. У нас душа. У нас... Любовь. Любовь у нас. Понимаешь? Что такое любовь? Что такое любовь? Я вообще не знаю. Я тоже не знаю, что такое любовь. Я могу тебе сказать, что любовь – это действие. Действие. Определенное действие. Вообще, я могу сказать, что любовь – это когда два человека любят друг друга. Это все равно, что ничего не сказать. Я не знаю, что такое любовь. Мне просто нету какого-то определенного консенсуса. Никто не понял. Никто, на самом деле, не понял, что это такое. Все делают вид, что это вот это, вот это. Да, это какое-то романтичное слово, которое в русском языке ничего не означает. Ну, оно означает что-то такое, как бы вверх-вверх чувств какому-то любит человеку. Так люблю, что умру. Зачем тебе умирать? Ну, зачем так любить, чтобы умирать? Ну, конечно, зачем? Надо жить, надо жить. И все самое ценное, на самом деле, единственное ценное в жизни человека – это есть его жизнь. Никогда не стоит умирать ради любви. Да, и ради другого человека тоже. А ты готов был в молодости такой умру за любовь? На мосту висел, чтобы что-то доказать. Серьезно? И на фонарь залезал, да, и песни под гитару пел. Максималист. Но говорят же, что, типа, когда ты в отношениях и когда ты в браке, это именно, что вы идете на уступки друг другу. Вот так в основном все это. Это жертвы? Да. А зачем они уж не жертвы? Для человека, потому что ты его любишь, ты чуть-чуть изменился ради него, а он тут чуть-чуть изменился ради тебя. И вот тут вот вы вместе пытаетесь в этом найти какой-то общий фарш. Да, надо по капле выдавливать из себя вот это совковое представление. Ты знаешь, это пещерные люди так жили. Вот надо договориться с пещерным человеком, который внутри тебя. Никогда не надо выйти на уступки, жертвовать чем-то. Надо разговаривать и понимать, что хочешь ты, а я тебе скажу, чего хочу я. И договариваться. Хорошо. Тогда такой вопрос. Ты когда-нибудь изменял своим женам? Нет. Ну давай честно. Нет. Вообще не надо. Нет. Никогда. Нет. Просто вот я столкнулась с тем, что практически все мои друзья, которые женаты, изменяют своим женам. И в целом сейчас типа это считается нормой. И мужчины не парятся. Они все изменяют своим женам. Значит, ты имеешь в виду половой акт? Да, естественно. Тогда нет. Значит, какие-то… Что тогда нет? Тогда изменял. Нет. Если ты имеешь в виду половой акт, тогда не изменял. А. Если ты имеешь в виду конфетно-букетную историю… Это разное. Это разное. Знаешь, типа считается «подумал, уже изменил». Нет, я так не думаю. Ну да чего. Нет, ну конечно, если… Подумал, уже изменил. Так знаешь, каждый третий по улицам идут все изменяют. Возвращаясь к твоему вопросу, интересная штука, да? Значит, ну естественно, когда у тебя трещит по швам какие-то… Тогда трещали по швам какие-то отношения, ты уже начинаешь смотреть по сторонам и как-то что-то замечать какие-то попки, талии и так далее. Причёски, глазки, улыбки, зубки. Но это тогда. Но сейчас я настолько дорожу отношениями, что я знаю, если я накосячу, мне перед самим собой будет неуютно. Мне будет… Плохо. Плохо, стыдно, неловко. Я не смогу смотреть в глаза человеку, который меня любит. Понимаешь, да? Как понять, что отношения не спасти и надо расходиться. Для этого необходим просто разговор. И если люди не совпадают с какими-то своими установками на жизнь, если их интересы расходятся, если один человек из двух перерастает другого, а тот, который не дорос, так не хочет подтягиваться до уровня второго человека, то неизбежно произойдёт разрыв. Опять же, возвращаясь к тем мужчинам, которые странно себя ведут. Для меня странно. Вот я не понимаю. Они же… У них не такая позиция, что… Нет, у меня с женой всё норм. Просто изменяю. Просто хожу там по тёлочкам. В чём логика? Просто… Просто хочу… Ну, блин… Хочу сейчас вот эту, пойду с ней. Всё. В клубе тусуется, пошёл в туалет там с кем-то. И типа… Жене не говори. Чего? Почему? Как это работает? Не-не-не. Я жену люблю. С ней у нас семья. А это… Как это вот? Давай, чтобы никого не обижать, скажем так, что есть моногамные мужчины, есть полигамные мужчины, да, и что есть мужчины более земные, да, более пещерные, которые, скажем, руководствуются правилом, что самец за свою жизнь должен покрыть наибольшее количество самок. Есть такие, да. Я более романтизирован, я пишу стихи, пою песни, отношусь к женщине, как… если я её люблю, отношусь к некому возвышенному созданию. Не могу представить себе любого рода измену. Ну, ты вселяешь в меня надежду, что есть такие мужчины, потому что я сейчас просто в шоке от окружающих мужчин, мне кажется, ну, камон, ребята. Вот те крест. Вот те крест. Клянешься, да? Клянусь. То есть вы есть такие, существуете, нормальные мужчины, которые не изменяют своему жизнь. Спасибо большое. А что я… это редкость, реально? Ну, блин, это у меня шок. У меня шок. Пошёл, пошёл в баню с друзьями, рыбу заказали и всё нормально. Пошли в клуб, пошли записывались. У меня ещё бесит, что почему-то ребята начали считать меня своим бро и иногда просто мне… я не буду даже… Понимаете, мне друг позвонил по видеосвязи. И такой… Ах, гадка! Ля-ля-ля! Утро просто… Чё, гуляйте? Он гуляет. Я говорю, ты чё, не дома? Он… ой, всё, конец видеосвязи! Я понимаю, что он где-то какой-то… Он такой, смотри… Я говорю, подожди. Он где же… Ты чё, не дома? Я вот такой, ну ладно, только жене не говори. Я понимаю. Вот и что мне делать в такой ситуации? Я не знаю, но… Но! Я просто к тому, что это супер, вот супер большинство. А как дальше? Я не знаю, для меня это непонятно. Вот у меня вопрос. Понимаешь, то есть я дальше… Как дальше смотреть в глаза? Как дальше с ней, с женой-то заниматься? Абсолютно другая типа история. Абсолютно. То есть это всё распараллелено? Вот именно. Чего-то бы не было. Типа, ну подумаешь. Ну, может быть, это молодые ребята. Разные. Ну, не знаю, я себе это… не знаю, я дорожу отношениями. Просто мне поэтому, понимаешь, почему я задаюсь этим вопросом. Соответственно, мне кажется, здесь где-то сломана логика женская и мужская. Женщины, по своей сути, если они с одним мужчиной, не будут они размениваться налево или направо на туалеты в клубах, ну не будут. Это не в нашей вообще. Соответственно, мы ждём точно такого же поведения от мужчины. Ну, как выясняется, что мужья по стрип-клубам шляются, знаешь, что у этих там три семьи, три любовницы, и у них всё нормально, им так нравится. И как-то мужчины в этом смысле очень развязаны. У них половые связи беспорядочные и многочисленные. Хотя многие из них женаты, и жена – это вообще другая история. И я не очень понимаю эту логику. Зачем тогда жениться? Ты открываешь для меня какой-то мир мужчин. Смешно. Агата открывает для меня… Ну, это притворяешься! Не может быть такого, что… Твои друзья так не делают? Я тебе отвечаю. И друзья твои так не делают? Ну, может быть, мы не общаемся об этом, но я не знаю, чтобы не рассказывали о таком. Нет. То есть, у меня… Блин, не знаю. Может, вы все сейчас просто как-то развязаны стали жить? Да, наверное. Наверное. У меня есть товарищ, который очень рефлексировал и переживал, что он сходил налево, там, трахнул какую-то молодую девку и не знает, как теперь жене в глаза смотреть. И я ему на полном серьезе говорю – это проблема, чувак. Потому что я бы тоже не знал, как смотреть в глаза. А что ты как думаешь, вот если так случилось, рассказать жене? Может быть, от воспитания. Я не знаю. Ну, вот смотри, ты говоришь, надо разговаривать. Вот здесь мужик так накосячил. Стоит ли ему идти жене и признаваться, что вот он… А если он реально, например, сожалеет? Если бы, если предположить… Да. Если бы я сделал такое… Ну, накосячил, да. Это был бы первый шаг к расставанию. Рассказать? Нет. А, сделайте. В принципе, это действие, это первый шаг к расставанию, неизбежному. Уже обратной дороги не будет. Понимаешь? Да. А рассказывать, не рассказывать, в принципе, участь твоя решена. Да. У вас не будет дальше… Я с тобой не согласна. У вас не будет дальше нормальных отношений. Потому что это никогда не проститься… Как бы она не говорила, что я простилась, спасибо, что… Да. И наоборот, это никогда не проститься мужчине. Как бы они не говорили, что… Да-да, я все понимаю, я была тогда не в себе, ты прошел… Никогда не проститься. На смертном одре вспомнит. Или тот, или другой. Да. Ну, ты прав, наверное, потому что у меня бабушка с дедушкой, когда они прожили всю жизнь вместе, и дедушка подстарился уже перед смертью, начали… А вот помнишь, ты пошла на танцы? Господи, это 50 лет назад было, что ты спала? А он помнит. Да. И я понимаю, что, наверное, да, в голове… Эти пращуры вообще, у них другая, другие мозги были. Ну, понятно. Там вообще, копнешь так там просто… Хорошо, хочу тогда переключиться немножко на другую тему. Спросите у тебя, как у артиста, наблюдаешь ли ты за тем, что сейчас у многих актеров, из-за того, что все очень публичные личности, их разводы влияют на их карьеру. Ну, вот Джонни Деппа просто похоронили, убрали из многих фильмов, просто за то, что вот такая у него неудачная личная жизнь. Смотри, там все, что скрывалось, там же просто уши заворачивались в трубочку, когда… Про Джонни Деппа? Да, этот… Сколько там процессов было у Деппа с… Мне кажется, они идут еще. Эмбер, Эмбер, да. Мне его жалко, он такой милый парень, на мой взгляд. Я не знаю, чего он там… Ну, наркоман, алкоголик, но… Но то, что это все придано такой огласке, они знали, на что шли. Но ей прилетело меньше, чем ему, понимаешь? Хотя она тоже не Святоша, и понятное дело, что… не МИТУ, потому что за ней целая женская армия. У мужиков такого нет. Вот… не качают права так сильно, что мужчины… Я вчера ввела премию, и я очень счастлива, что была премия, которая называется «Mans Award». Мужчинам вручали премию, наконец-то. Мне кажется тебе, что задвинули… Задвинули мужиков очень сильно. Фемена «Перекос» чуть-чуть произошло, ты считаешь? Мне кажется, что да. И это очень несправедливо, что Эмбер и Джонни Депп, например, они, блин, оба красавчики. А из фильмов убирают его, ему закрывают где-то дорогу. Чуть ли не вырезают его из каких-то таких… Ну, короче, пред какой-то сумасшедшего происходит. Ну, при чем тут это? Если они сделали этот шаг, если они… Потому что, ну, все-таки, по-моему, по истории он подал первый в суд и, ну, и напросился. Ну, и лишился. Лишился всего. Пройдет некоторое время и… Забудут? Ну, наверное. Я не знаю, но, понимаешь, это такой тонкий момент. Вот, если ты смотрела утреннее шоу… Конечно. Там же очень хорошо сделано. Они показали такую немножечко двойственную ситуацию. Да-да-да. У тебя всегда есть выбор. Да. И здесь, конечно, непонятно, кто здесь виноват, кто здесь прав. То, что долгие-долгие века, тысячелетия женщин забивают и не дают им слова и так далее, порождает большую силу и энергию сопротивляться у них. Понимаешь? Понимаю. И это понятно. И то, что происходит перекос, тоже понятно. Когда мужчина начнет уважать, действительно уважать женщину, постепенно все выровняется и возникнет гармоничное общество. по-другому никак. Пока на стране, мне кажется, не очень уважают женщину. Но все равно считаю, что… У нас восток. Понимаешь? А у тебя было такое, что тебе из-за твоих разводов как-то карьера не очень успешно складывалась? Нет. Я никогда практически, за исключением одного случая, не придавал это все огласке, а всегда как-то умел объяснить. Нет. Понимаешь, развод, люди встречаются, люди расстаются. Я никогда в жизни не поднимал руку на женщину. Это слава Богу. А те люди, о которых мы сейчас говорим, мы не будем сейчас… Да? Известные люди наши даже, которых закрыли за… Они избивали своих женщин. Как можно избить женщину? Она мать твоего ребенка, может быть. Если у вас нет ребенка, она будет матерью твоего ребенка. Подойди, дай за трещину своей матери. Это будет то же самое. Не сможет. Понимаешь, не сможет. А почему здесь может? Женщина слабая физически. Выйди на ринг с равным соперником и отхвати от него люлей. Но здесь, понимаете, как-то у меня не укладывается в голове. Я, честно признаюсь, я словесно могу подавить и могу уничтожить. Но это тоже делает нечестие. Но поднять руку никогда в жизни. Но они, ребята, которых мы образно обсуждаем и имеем в виду, они переступили какую-то грань нравственности. И за это им прилетело в большей степени. Они из-за развода. Да, они из-за развода. И пускай они отхватят и как-то задумаются. Какой у меня сейчас в жизни самый страшный страх? Он дурацкий. Я не знаю, почему, когда я еду в пробках в центре на машине, мне кажется, что, не дай бог, кто-нибудь выскочит с автоматом и начнет стрелять по всем машинам. И я ничего не смогу сделать, и меня тоже застрелят. Не знаю, с чем это связано. Но вот я, когда еду, я начинаю об этом думать. И я думаю, блин, а если вдруг сейчас кто-то выскочит и начнет стрелять? Это же ужас. И вот меня этот ужас преследует. Я не знаю, почему. Мой такой самый большой страх. Что меня расстреляют в толпе в пробке. Следующая тема, которую я хотела с тобой поднять, это тема родителей и детей. И родителей в отношениях мужа и женщины. Очень вмешиваются в жизнь супругов. И очень часто это большая проблема. Что ты думаешь об этой теме вообще в целом? Насколько должны участвовать родители в отношениях у своих детей? Где допустимые границы, где недопустимые границы? Как это влияет? Что ты вообще думаешь про эту тему? Когда уже есть муж и жена, и у них есть родители. И вот они участвуют в отношениях. И вот они своими лапками начинают влезать очень негативно. Очень негативно. Все, что им нужно, это радоваться, поддерживать. Радоваться просто тому, что люди вместе. Людям хорошо вместе. Где та грань, чтобы родители не обижались? Вот совсем ничего не рассказывайте. Вот совсем ничего не происходит. Мы не знаем, что у вас в жизни. Родители же обижаются на это. Родители качают права, что они хотят участвовать в жизни своих детей. И чаще всего это плохо. Ну, надо просто поговорить. Если не помогает разговор, то разъединяться, делать дистанцию. Потому что родители склонны понимать, что они в чем-то неправы. В чем-то они передавили, в чем-то они переговорили не то, что надо. В чем-то они сделали не то, что надо. Но вот эта вот дистанция, она должна быть все время. Чтобы, грубо говоря, было желание и стремление у родителей увидеть своих детей. А у детей увидеть своих родителей. Потому что если вы осуждаете, если вы не понимаете, если вы мешаете, то вам надо как-то подумать об этом. А твой сын приходит к тебе за советами какими-то в отношениях своих? Да, у меня есть правило, я никогда не даю советы, если меня не спрашивают. А если спросят? Да, поэтому если он спрашивает, я найду слова, и это будут всегда слова поддержки. Насколько вообще то, что дети смотрят на своих родителей, влияет потом на их жизнь? Вот у тебя родители расходились же, да? Расходились, 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 парам-пам-пам-пам, пинг-понг, качели. Как, думаешь, повлияло это на тебя? Может быть, у тебя так и было? Скорее всего, да. Это стопроцентная связь, да. И я это тоже, когда я это понял, я уделил этому особое внимание уже работе, работе с психологом. Что? Как ты это проработал? Вот просто, да, это работало, ля-ля, вот нашим зрителям же интересно, как ты проработал, как ты понял, что их отношения отпечатываются на тебе? Смотри, тут такая еще тонкая штука, я ведь понимаю, что эту передачу будет смотреть моя мама и мой папа, да? Да? Все, что я сейчас скажу, это правда. Пускай они это знают, да, хотя я и не скрывал. У них в моем понимании традиционная именно старая режимная семья, да, то есть он такой, папа такой абьюзер, а мама такая подавившаяся, сделавшая в определенный момент жизни выбор, подавиться. На это очень больно смотреть со стороны. Мне, как сыну, смотреть на то, как ведет себя отец, больно. и что испытывает мама, мне тоже больно, но им в этом как-то уже хорошо. хорошо. Я понимаю, что они уже не готовы что-либо менять. потому, что если бы они хотели, они бы изменили. Но он не изменится, и я не, и мама не изменится. Когда я начал понимать, что, в принципе, я такой же, как отец года три назад, мне стало немного не по себе. Я начал искать поиск решения, как мне и что это такое вообще. Пещерные дела, да, то есть я начал договариваться с пещерным человеком, который внутри меня сидит. Как договариваться? Что ты ему сказал, типа, посмотри на себя со стороны? Ну, это не такой, знаешь, не буквальный диалог, но как-то почувствовал, что я совсем не хочу быть на него похожим в плане отношения к женщине той, которая рядом с тобой, и начал разбирать, что можно изменить. Я считаю, что я очень выросла, и я считаю, что я вернулась к каким-то истокам, которые у меня были изначально. Потому что то, о чем мы говорили в интервью, вот это подавление, которое существовало, оно меня превратило в неприятную для меня женщину. И я очень рада, что я обрела снова себя, услышала свой голос и какую-то свободу выбора чувствую во всем. Еще не до конца, конечно, но я счастлива, что я двигаюсь в этом направлении. И как я вижу, и как мне кажется, оно правильное. Это два разных человека, причем даже внешне. Ты как мальчик в детстве, когда вот был маленький, когда родители расходились, что ты чувствовал? Какие мысли у тебя были в голове? Ну, боль, конечно. Боль, боль. Мне было жалко маму всегда. Я всегда ненавидел за это отца. Когда он возвращался, ненавидел. То есть вся гамма переживаний ребенка, гамма чувств, переживаний ребенка, она была со мной. Это так медленно, 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 с годами переходило, переходило. И я рос, и все оно не менялось, не менялось. Я смотрел, смотрел, смотрел на все на это. Один все свирепел, свирепел, а другая все подавлялась и подавлялась. Как-то они уже... А потом они уже как-то осели. И... Причем это не самый, не самый худший вариант, мои родители. То есть, можно сказать, даже почти хороший, если сравнивать там со всеми другими вариантами. он ее не бьет. Ура! По крайней мере, да. Потому что я знаю очень много семей и примеров, когда нет-нет, да, приложится. Рассуждать о наших родителях, ну, я не знаю. Они не знакомы очень... Они не знакомы и не читали тех книг, которые мы читали. Понимаешь? То есть, их можно понять. Они проживают свою жизнь и уже... Это настолько закостневевшая внутренняя ткань, да? Что... Которая не склонна к изменениям. И поэтому я не могу осуждать. Я не могу осуждать выбор матери. Я говорю, давай я тебе устрою отдых. Куда-нибудь тебя отправлю, куда хочешь. Ну, как я... Как я там брошу бабушку, папу? Как? Как? Можно ли сказать, что это выбор большинства женщин России так жить? Возможно, да. Возможно, да. Но мне кажется, что молодежь... Молодежь сейчас, она вот все ближе к свободе и к обучаемости. А как ты относишься к тому, что из-за того, что молодежь свободнее, становится... Сильно стираются гендерные грани? Ну, вот мальчики красят ногти. Как ты к этому относишься? Все нормально. Пофиг? Да. То, что не похоже на девочек, они реально вот все макияжем начинают увлекаться. Да? Нормально. Да? Да. А меня почему-то это коробит. Накрашенные ногти мальчик у меня прям почему-то коробит. Я отношусь вообще к ЛГБТ сообществу очень толерантно. А как ты тогда относишься к тому, что детям разрешают решать, какого они пола? Ну, ты говоришь, что в Европе хорошо, они такие молодцы, но... Ты знаешь, главное, чтобы ребенок был счастлив. Но вот они же не... Вот именно, они несчастливы в том поле, в котором они родились. Они начинают это менять. Но из-за того, что у них не устоявшаяся психика, не кажется ли тебе, что это чересчур дозволенные границы? И тут не надо давать ребенку разрешение решать, кто он мальчик или девочка. Потому что потом он передумал, перестал пить гормоны, но уже похерил здоровье. Теперь он мальчик. То есть у них у самих психика еще расшатана, они не могут решать такие серьезные вопросы. Это сложный вопрос. И на него нет определенного ответа. Но как бы... Я не могу тебе сказать, как я отношусь к этому положительно или негативно. Но... Ребенок в любом возрасте, мне кажется, должен... Не то, чтобы должен, а если он себя чувствует, это может быть неправильно. Но если он почувствовал себя девочкой, значит, он чувствует себя девочкой ребенок. И ты ему никогда не объяснишь, нет, ты посмотри на себя в зеркало, сними трусики, посмотри, у тебя там что-то болтается. Понимаешь, они рождаются уже такими. Это не общество влияет на детей. Но не кажется ли тебе, что некоторые рождаются, а есть такие, которые просто слабые сами по себе и уподобляясь обществу, они начинают прогибаться именно под это. Что они, может быть, и не родились такими, но из-за того, что они видят, что это модно, это классно, это сейчас такое, и я буду таким. Как бы они тянутся за этим, и что это не самый лучший вообще... Если семья, семья, в которой этот ребенок растет, здоровая, и этот ребенок формируется в здоровой семье, и если у него возникают такие запросы и мысли, то я это приветствую. Если это здоровая семья. Если в нездоровой семье, давай я так вот прямо скажу, если в нездоровой семье возникает... У ребенка начинаются такие ломки непонятные, ему нужно к психологу. Мне кажется, ну вот я с тобой поспорю, мне кажется, такое, знаешь, убегаю от себя. Потому что я помню в детстве, у меня был момент, когда мне хотелось быть мальчиком. Я поняла, что как девочка я не супер. Я обстригла волосы, я стала деваться как мальчик. То есть это было, я убегала от того, с чем я не справляюсь. Мне казалось, что девочкой быть очень сложно, я не настолько красивая, и легче быть пацаном. Ну и это же тоже неправильно, понимаешь? То есть и не надо, мне кажется, тут давать свободу человеку. Ну и стала бы я мальчиком, и это было бы... Тебе не дали свободы тогда? Мне дали. Мне сложно было остановить, я просто обстригла волосы. Дальше что было? Ходила как пацан, маме говорила, какой красивый мальчик. Дальше что было? Но потом я переросла и решила, нет, я классная девочка. Вот, все видишь. Ну это я, я типа сильный человек, а кто-то такой раз и погиб в этом. У тебя хорошие родители? У меня папа умер, а мама, да, хорошие. У тебя мама спросила, доченька, ну а почему ты хочешь быть похожей на мальчика? Нет, она не спрашивала. Ну, даже если бы спросила, ты бы сказала, хочуся. Я пацан. Я была рэпер. Меня зовут теперь Алмаз. Я не Агата, я Алмаз. Давай всем дадим шанс определять, кто они чего хотят. Если бы твоя дочь сказала тебе, что она хочет быть мальчиком, чтоб ты ей ответил. Если вот папа, я хочу вот завтрашний день, я буду пить гормоны. Но, наверное, все-таки у специалиста мы бы проконсультировались. Наверное, я бы включился, нет, и там надо делать в тех случаях, которые ты приводишь пример, то же самое. Я бы включился в эту историю, но если бы консилиум умов специалистов сказал, именно знающих людей сказал, что надо подождать до совершеннолетия, до созревания, и тогда уже принимать решение, или да, скорее всего, надо начинать прямо сейчас, потом будет поздно. Есть специалисты. Я отнесусь к выбору ребенка, если это все по медицинским или по психологическим показаниям будет ок, я отнесусь к выбору ребенка толерантно и с пониманием. Молодец. Спасибо. Последняя тема. Алмаз. Теперь того на самом деле сидит алмаз. В душе он у меня остался, если что. Еще одна тема, на которой я хотел поговорить. Я прочитала, что ты какой-то период своей жизни жил на две семьи. Правда ли это? Нет. Нет. Это не правда. Это желтая пресса. Там я не жил на две семьи. Я вернулся к предыдущей жене. Вернулся к жене, которая была у меня до тех отношений, которые были впоследствии. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни. Это именно вход в реку, в которую не надо было входить дважды. Но тут не было совмещения времени. То есть то, что я просыпался в одном месте, потом ехал в другое. Рождество отдельно, Пасха отдельно. Это не было. Там было очень тяжелое расставание. И это как раз то, о чем я говорил. Были нагласки, были какие-то передачи, было очень много грязи, судебные процессы. Но в итоге мы сейчас в прекраснейших отношениях и с той, и с другой женщиной. А ты вообще общаешься со своими бывшими женами? Да. Со всеми? Да, мы все в дружеских отношениях. Праздновать вместе праздники. Это впереди. А терапию твоя нынешняя жена проводит. Всем вам. Ха-ха-ха. Ну извини. Давай, давай мы тебе приведем терапию. Хочешь? Мне надо. Алмаз. Мне надо. Я хочу поблагодарить своих бывших жен за то, что с ними на тот момент жизни, когда мы были вместе, я был счастлив. За то, что они переживали со мною, а я с ними сложности, трудности. За то, что они понимали меня, когда я вел себя неподобающим образом и благодарен за детей. И я счастлив, что я сейчас со всеми с вами в хороших отношениях. Мы будем эти отношения поддерживать и развивать. Я очень надеюсь, что вы с добром и пониманием относитесь к моей жизни, к моей судьбе. Стоит ли возвращаться в предыдущие отношения? Ты развелся? И стоит ли, если вдруг опять что-то завязалось, возвращаться туда? Или если... Никогда. Вот. Расскажи подробнее. Почему? Вы никогда в жизни друг друга не простите, не забудете, будете вспоминать до грибовой доски. Это вот возвращаясь к изменам, возвращаясь к избиениям и так далее. Никогда нельзя возвращаться туда, откуда ты ушел. Я сейчас знаю, что хочу сделать. Взять... Топор. И отрубить тебе голову. И отрубить тебе бизинец. Нет. Взять листочки. Два маленьких листочка. И написать послание. Ты напишешь себе через 10 лет, коротенькое послание. А я напишу себе. Мы их положим пока на полочку. Я потом сюда поставлю деревце и повешу. К сожалению, у меня деревце погибло. Это будет первое... Или у тебя уже было такое? Нет. Нет. У меня не было такого еще. Ты будешь первой. Я буду первой? Да. С листочком? Да. Мне кажется, это классно, что мы напишем. Что мы напишем. Новая рубрика. Вопрос от операторов. Если ты ушел из семьи, ничего не было, вы как бы не дрались, да, не дрались, не дрались. Друг другу не изменяли, нет? Не изменяли. Просто устали друг от друга и разошлись. Надолго? Ну, на месяц. На месяц. На месяц. Ну, да. Стоит ли возвращаться в такую семью? Ну, а почему нет? Это просто не называется разойтись или уйти. Я считаю, что это просто ребята решили отдохнуть друг от друга. Это нормально. Разъезжаться на месяц, отдыхать друг от друга – это нормально? А вот человек думает, а стоит ли возвращаться? Ну, так вот… А если думаешь, что это возвращаться, может, и не стоит возвращаться? А может, стоит, не стоит возвращаться? А стоит возвращаться, когда не стоит? Нет, если есть такая мысль, значит, уже не надо, нет? Поговорите друг с другом. С женой? Конечно. сказать как я слушаю я хочу тебя уйти потому что меня не устраивает это 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 ты готова мне дать это 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 она скажет а меня не устраивает это 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 а ты готов не дать это 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 а ты готов дать свободу а я готова дать тебе свобода и готова дать тебе свободу и вы так хоп и глядишь если не накосячил правда тогда глядишь может что-то получится что вы знали рыба это кодовое слово мужчин какое-то они такие рыбы и все переглянулись реально так послание себе через 10 лет лёха блин я сначала прочитала кич он написал жить просто жить почему просто жить потому что просто жить неважно как просто жить жить как как я знаю просто жить отлично желание у меня есть оскар за передачу я пскал даже целью а хотя бы не мужчина по имени оскар а оскар статуэтка ну сколько напиши это будет куча и мучера у тебя будет премия или статуэтка премия прояснения то знаешь как правильно вот надо правильно в космос на время статуэтка да надо слоту проекта настоящая они будто афори я повешу это все на дерево а подписывать не надо подпиши кто это ясно человек узнаю кто еще оскар захочет только петров сашка да он хочет он тоже хочет да не а я ты получишь так спасибо тебе большое спасибо что был откровенно спасибо что открыл много на самом деле правильных истин я прям задумалась задумываюсь это здорово и ты не обрадовала что есть такие мужчины которые все-таки не изменяют свою женщину спасибо тебе друг как я отношусь к сегодняшнему своему гостю на самом деле мне очень нравится мой сегодняшний гость и я счастлива что он ко мне пришел я считаю что для нашей передачи это ступенька вверх и я благодарна за то что он был откровенен честен несмотря на то что он пытался говорить правильно он говорил очень истинно важные вещи которые даже меня теперь заставят задуматься об отношениях мужчин и женщин об изменах и вообще о том что такое семья любовь и союз двух людей спасибо ему за это мне понравилось интервью оно было живое это такая чистая импровизация фирменный стиль агаты даже если мне удается разговоре с человеком что-то для себя открыть новое сформулировать я считаю что это очень позитивный клевый разговор получился я предлагаю написать свою версию рифмы к началу стихотворения очень мудрый барабаш а дальше ваше стихотворение потому что мне кажется одна из самых лучших фамилий для рифмовки и для похвалы данного гостя ну а лучше стихотворение получит сюрприз от честного развода давайте давайте фантазируйте